Добрый день, меня зовут Партнер Генжан, я представляю вопрос о влиянии изменения климата на окружающий ландшафт из села Султар. В последние годы заметили, что территория Султарского луста происходит в повышении температуры воздуха. Я задался вопрос, действительно ли это, и так и решил выяснить, какие изменения происходят в связи с исполнением климата. К нами были анализированы температурные показатели за многолетние периоды. Проведем мониторинг на кастерах образования, а также мониторинг простительного покрова. Согласно данным, метеостанция Султарского луста, начиная с 1940 года, температура повысилась на 2,2 градуса, а за последние 60 лет на 1,5 градуса. Если рассматривать по месяцам в 1934-2020 годы, видно, что среди 7 месяцев наибольшее повышение температуры происходило на время 3,3 градуса. Среди весенних в марте на 5,4 градуса, летом в июне на 1,4 градуса, а среди осенних в ноябре на 3 градуса. Согласно общему графику изменения температуры, потепление климата идет за счет холодного периода в годы. Осень, зима и сна. Кроме анализа температурных показаний, был введен на изданное попадение осадков, который горел, он показал, что за всех видений годовое количество осадков увеличилось на 40 мм. Это также может происходить при потеплении климата. Село Султаро, расположенное на левом коренной территории реки Вильюль. Правый берег, где жизнь в поле реки может затапливаться. Мы изучили берег в поисках термокасного изменения и рассмотрели горсть и земель Покров. Здесь исследование было выбрано два участка берега реки Вильюль. Первый – близ села Султар и второй – в его центре. Оба участка площадью 10 квадратных метров. Участок номер один, приближенный к естественным условиям, имеет высокий обливистый берег, то есть склон. Обвалившаяся сововсеместно точка обнажает в корне деревьев и другие объекты живой и неживой природы. Умеются деревья, растущие непосредственно в местах обвала. Этот участок берега не омывается водой во время половодки. Травянистый покров, представленный большим числом видов, в основном это смолико белое, кури, семьян-ползучий и так далее. Деревья, старники, береза, ель и лиственница, молотняк, растущие близко, лады, ива, пустомистная, физирность чащей. Участок номер два, искусственно созданный человеком, сложен невысоким и пологим спором. Повешенность подразделена небольшими оврагами во время паводка, если участок так же не омывается водой на реке. Травяной покров, беген рядовым составом, лапчат, плавившитое, переползучие, геймеры, стелющиеся. Деревья и кустарники, высоренные в 60-80-е годы, прекрасно подвинились, самостоятельно размножаются с повоевого полегающей территории. Ель, береза, тополь, акация, даяющие шпор, грузина в последние 20 лет здесь появилось большое число ивов, считающие умеренно углокную почву. Что также говорит о том, что в зависимости от приятных условий в результате заменения климата в сторону подключения. Заключение. Благодаря анализу новолетних показателей можно сделать выбор, что температура действительно повысилась, а количество осадков увеличилось. Под влиянием подключения климата за счет быстрого включения температуры воздуха и осадков термоказровых процессором на нем происходят. В основном более проходят вытянные наблюдения. Заключение исследований в результате сильно отличается по качественному и количественному видовому составу. Проведение зарастительных покровов берегов в окрестностях села Санкт-Петербург ранее не проводилось, поэтому проследить характер к нам не менее невозможно. Однако в настоящее время в старте осведенного пункта в работе производства тополя, акации, растения, предпочитающие произрастать в топливных регионах растений. Также происходит интенсивное завоевание берегов и в следствие повышения влажности почвы.